Всем большой привет из Харькова. Я Талахуфрянская и собачка моя Дульсинея. Сегодня 18 апреля и я сделаю сейчас обзор моего сада и посмотрим какой вред нанес вот такой вот климат. Большие перепады в температуре и так далее. И вот кто не верит, что у меня здесь особенно аномальная зона, то сейчас убедимся в этом. Это вот цветочки со стороны двора. Затвели гиацинты, но они глубоко закопаны и они позже всех вылезли, когда миновали уже сильные заморозки. А другие гиацинты, сейчас мы к ним пойдем и посмотрим, что они собой представляют бедненькие. Это вот нарциссики тоже успели зацвести, которые бутоны еще раньше не выпустили, чем были заморозки. Но цветочки такие вот дохленькие, можно сказать. Сейчас вот посмотрим. А вот еще ирисы, смотрите, позамерзали все верхушки, подмерзли. А вот гиацинты, которые я сажала 2 или 3 года назад, 3 года назад, они прекрасно цвели. Такие, знаете, свечки были, вот сколько рядочков, столько здесь у меня сортов. Здесь и желтые, розовые, красные, оранжевые, белые, красавицы. Вот что с ними вот произошло. Цветут сейчас одни мускарики у меня во дворе. И они насеялись, и луковичками они еще размножаются. Вот, где захотели, там и подсеялись. Цветут, потому что бутончики они выбросили позже, чем все вот эти вот ранние цветочки. Нарциссы и тюльпаны. Вот этот вот кустик, не знаю, будет цвести или нет. Вот, еще посмотрим, так как на сегодняшнюю ночь, на завтра заморозки передали. И то мускарики у меня обычно красавицы. А в этом году, вот видите, цветочки появились, а листья верхние подмерзли. Вот, и обычно у них вид совершенно другой. Ой, эти вот нарциссики, вот я в прошлых видео и в прошлом году показывала этот рядочек. У меня вообще пышно цвел. А в этом году, смотрите, что творится. Видите, позамерзали все бутончики, вот и успели уже засохнуть. И вот под елочкой, среди газонной травки, мускарики зацвели. Вот, спасибо им, хоть они радуют своим цветением, так как других цветочков пока у меня нет цветущих. Даже тюльпаны не цветут. Сейчас мы перейдем на грядочки с тюльпанами. Там вообще ужас. Пионы вылезли вот из земли уже. Некоторые хорошо уже подросли, некоторые только-только пробиваются. Это вот грядочки с сирисами. Тоже верхушки подмерзли у листиков. И очень много отпада в этом году. Очень много попрела. Не вымерзла, я думаю, а может попрела. Хотя, может и вымерзла. Это вот клубника начинает отрастать. Дело в том, что было холодно-холодно, потом тепло-тепло, потом опять морозы начались и без снега. И очевидно, именно в этот бесснежный период и подмерзли многие растения. Так, сейчас мы вот идем, где солнышко в первую очередь утром появляется. И даже на этой стороне солнечной, где должно быть теплее, здесь вот тюльпаны. Вот посмотрите, вот в прошлом году цвели они необыкновенно пышно. А в этом году вот бутончики такие вот дохленькие, чахленькие. И некоторые бутончики вообще сидят где-то возле самой земли. И неизвестно, успеют они вылезти или не успеют, так как передают на ближайшие дни снова заморозки. Сейчас мы подойдем к прудику, посмотрим, что возле пруда делается и как там поживает биоплата. Это вот седы мы у меня, почвопокровные, но с ними все благополучно. А вот оно и биоплата. Я уже запустила насос, который перекачивает воду из пруда в биоплата. И вот это вы видите, это отрастает болотный ирис, который цветет желтым цветом. И здесь вот тину надо убрать, здесь вот в тине тоже прорастают какие-то цветочки. Но тут есть и болотные, и есть японские ирисы, и есть аир пестролистный. И вот начинают отрастать вот красные молоденькие листики, это нимфеи в ведрах начинают отрастать. Конечно, пруд надо будет почистить, но это когда потеплеет. Рыбок отсадить и почистить полностью пруд. Ну и здесь ничего примечательного пока нет вокруг пруда. Те же самые мускарики и больше ничего не ожило еще. Видите, все придавленное морозом. Вот сейчас мы пойдем в сад и там вообще ужас, что делается. Посмотрим на мои молоденькие деревца, которые я сажала 2 и 3 года назад. На некоторых уже были плоды. Это вот единственный тюльпанчик, который успел зацвести красный. И то один бутончик более-менее, а второй, видите, подмерзший. По дороге к саду посмотрим, вот кактусы как поживают. Вот они уже ожили, уже набирают влаги, уже корни работают. Уже даже появились, вот видите, розовенькая почечка появилась посередине, которая даст новый листик. А может бутончик цветочный. Это кактусы зимующие. И дальше вот идем. Грядки опять с ирисами. И здесь солнечное место. Но все равно подмерзли кончики на ирисах. Хвойные хорошо перезимовали. Это можжевельнички мои всякие тут растут. И вот видите, точат палочки. Это молоденькие мои деревца, которые я сажала осенью прошлого года. Это японская груша. Вот. 2018 год осенью я сажала. Так что ей уже пошел второй годик после посадки. Это знаете, вот этот сорт. Огромные, круглые груши. Совершенно круглые. Круглой формы. Не похожи ни на груши, ни на яблоки. А такие вот оригинальные плоды. Так. Это моя почвопокровная роза. Которая никогда не подмерзала. В этом году он сколько черных веток. Я ее никогда не укрывала. Она прекрасно зимовала и так. Ну, конечно, когда снег есть. Так. Это грушка у меня, на которой замерзли цветочные почечки. Вот они были. Это груша зимняя. Кюре называется. Вот. Видите? Замерзли и подсыхали уже бутончики. Вот. Хотелось бы посмотреть на эти плодики. Ну, совпало или не совпало описание. И то, что мне прислали. Это мне прислали из Мелитополя. Вот. Дальше опять грушка. Здесь бутончики сохранились. Еще. Вот видите, внизу, вверху. Это ноябрьская осенняя грушка. Бутончики есть, но неизвестно, что с ними еще будет. Видите? Вот бутончики. Что будет после заморозков. Наверное, в этом году фруктов не будет. Или будут очень дорогие. И дальше вот. А смотрите, сколько бурьянов сорняков. Видите? Вот эта пастущая сумка белым цветет. В этом году как никогда вообще. Вот. Некоторые грядочки я успела прополоть уже. Вот. А здесь сюда до конца еще не дошла. И здесь также ирисы. И вот эта трава, это не газонная. Это как она называется, я не знаю. Она все забивает. Вот. Но у нее корень не ползучий. И потом в конце лета она желтеет, отмирает. И все это я тяпкой спалываю. Получается чистенько. А на следующий год из семян опять вырастает вот такой вот ковер. Вот такой зеленый. Но он красивый весной. А потом... Так. Это груша Маргарита. Так. Вот. Бутончики есть. Видите? И несмотря на то, что второй год после посадки они собрались свести. Потому что сажала я деревья на полукарликовых подвоях, которые зацветают на второй год. И они могут расти там, где близко залегает вода. Вот как у меня. Я уже снимала еще 4 года назад видео, показывала, как я сажала деревья. У меня вода 2 метра. Это для деревьев очень мало. Ну, смотря какой еще состав почвы и состав воды. Некоторые растут деревья, некоторые пропадают. Первый сад у меня весь пропал много лет назад. Это уже я насадила вот за последние 3 года. Вот тоже пропали. Ой, в прошлом году эта грушка цвела. Веток не видно было. Все было белое. Вот это уже получается, что третье ее цветение. И оно не будет. Его не будет. Все бутончики замерзли. Вот сливка. Второй год после посадки. Вот медовая сливка. Желтая. В 18-м году осенью посадила. Вот есть цветочки. Ну, вряд ли что-то будет, так как на ночь передали мороз. Ну, это кратенький такой обзорчик, дорогие друзья. Пока. До свидания. До следующей встречи. И скоро встретимся в другом видео. Интереснее будет, наверное. А-а-а. А-а.